Сохраним наш дом, планету. Сегодня в Черкесске прошла экологическая акция, посвященная 25-летию Карачао-Черкесии и Году экологии в России. Кульминация большого праздничного мероприятия, в котором приняла участие делегация во главе с Рашидом Тимрезовым, стала посадка Дубовой аллеи в Парке Победы. Репортаж Светлана Акбаевой. Юные защитники природы искренне говорят о своей любви к малой и большой родине, а еще о том, как важно заботиться об окружающей среде. Впрочем, в год экологии объявлены в стране и в год 25-летия Карачао-Черкесии у каждого жителя республики есть прекрасная возможность сделать наш уголок родной России еще лучше. То, что наша республика вошла в двадцатку экологически чистых регионов Российской Федерации и признана самым экологически чистым регионом Северо-Кавказского федерального округа, во многом, конечно, заслуга вот этих детишек, зеленых патрулей. Я абсолютно уверен, что вы в дальнейшем в своей жизни продолжите такое же ответственное отношение к нашей природе. Как коренному жителю Черкесии приятно присутствовать на подобных акциях по сохранению экологии нашего города. Старожил нашего города помнит, как он был раньше, зеленый и светущий. От того, каким он будет в будущем, зависит от нас. Я думаю, что есть ответ однозначный у всех. Мы все хотим, чтобы наш город был краше, зеленее. А самое интересное было еще впереди. На глазах у собравшихся в Парке Победы появилась настоящая дубовая аллея. 25 саженцев красного дуба в честь 25-летия Карачаева Черкесии. Посадочный материал крупномерный. Он высотой деревьев у нас по 4 метра высотой. Посадочные крупномерные деревья с комом земли, то есть с закрытой корневой системой, для того, чтобы это было обеспечить приживаемость данных деревьев, чтобы она сразу уже имела вид, форму и так далее. Глава республики Рашид Тимреза внес свою лепту в озеленение парка. Он предоставил такую возможность юным экологам. Как говорили, у нас есть такая традиция, что мы сажаем деревья в честь погибших. Это очень приятно. Деревца в честь юбилея родной республики посадили ветераны, представители общественности республики, члены правительства, учащиеся школы-студенты. Пройдет совсем немного времени, и дубовая аллея в Парке Победы зашумит своей красивой листвой. Вырастут деревья, как продолжение жизни тех, кто отдал ее за мирное чистое небо над головой. Счастливое будущее нынешнего и будущего поколений. Своё название красную дубы получили из-за специфических листьев. При распускании они имеют багровый оттенок. Как говорят в управлении лесами, деревца неприхотливые и долговечные. Уже совсем скоро здесь появятся первые листочки, и центр республиканской столицы станет еще краше. Светлана Акбаева, Ислам Урумов, Вести, Карачаево, Черкесия.